С 17 до 19 ягодин минавитыв в этот час зараз працуют выборчай участки, где кожный может отрымать отказ на пытание, какое ты часа выборов, а так само удокладнить те унесенные его прозвища у спецы выборщиков. У Волгули, селита на Гомишине, утворено 1022 выборчай участки, але 41 из их, які знаходятся у медустановок и войсковых частях, будут працовать только непосредственно у день выборов 18 лютого. Вельми значная активность выборщиков, пакуль назвать нельзя. У речи многие не одной, че голосовали над ним и тем же участком, тому упевнены, их прозвища у спецы выборщиков будуть обвязкован. Зараз, за речи, одночасовая организация дежурств на выборчих участках члены комиссии разносят по домах запрошение на выборы и информацию об кандидатах, а прачатаго на некоторых участках уже завершили приготовление до детерминового голосования. Навэт урны подрактовали, опечатание, яких отбудется у присутности усих членов комиссии и наглядальников 13 лютого. Что за часа самих кандидатов, то у их шмат махчимостей заявить об себе, от встреч у коллективных и выступлений у парады до организации пикетов. Правда, их колькость часто обмеживается махчимостями доверных особ. У дел в пикетах они могут принимать только у свободной от основной прации час. Некто больше активный, некто меньше. Але у целом пикеты достатково эффективная форма агитации. Познакомиться с биографией кандидата, с его предвыборной программой. В свою очередь, во время пикетов, мы просим граждан, чтобы они оставляли свои наказы, свои рекомендации для нашего кандидата. Разом с тем, у областной комиссии по выборах депутатов местовых советов сегодня означают не вельми высокую активность значной частки кандидатов. Некде дельчина махчимостей створения уластных фондов для проведения агитационной кампании скоростались ею далеко не все. По областному совету где-то 25% кандидатов создали свои фонды. По районным советам это в районе 10% и по городскому совету тоже в районе где-то 25%. Выборчая кампания отказана сейчас не только для кандидатов, а и для сродков массовой информации. Кожное выдание практически что день размещает информацию в ходе выборчей кампании, а так само рихтует специальные программы, присвеченные выборам. Только шоу «Головная тема» выйдя у эфир у понеделок 12 лютого на телеканале «Беларусь 4 Гомель» у 19.01.20 хвилин. Журналисты и гости студии не только отказали на пытание «Чому не обходны стены выборы», але и мерковали целых шерых конкретных ситуаций. Что такое местовая улада и что могут сделать для населенства депутатов местовых советов? Те могут быть депутатами молодые люди? И уречте, чому больше претендентов на депутатские посвечения у Гомельской области жанчины? С точки зрения гендерного равноправия это хорошо. То есть, когда мужчины и женщины, они взаимодополняют друг друга в своей работе. Но, наверное, есть в этом и тревожный звоночек. Наверное, просто мужчины, они, наверное, где-то боятся лишней ответственности. Олег Синчеров, Валерий Капанько, Игорь Марыченко, Телерадо, компания «Гомель».